Привет-привет, друзья! На связи Артем Козлов. Рад вас всех приветствовать на мастер-классе «Как создать свой бизнес без вложений». Поскольку наша платформа подразумевает либо видео, либо демонстрацию экрана, поэтому я вот показался, вижу, что все пишут солнышко. Давайте тогда я сейчас включу презентацию и как мы с вами поступим. Так, все, нажал поделиться. Мы поступим с вами следующим образом. Я сейчас немножечко расскажу о себе, чтобы вы понимали, да, почему вообще стоит меня слушать. Дальше предложу вам несколько вариантов развития событий, ну и дальше мы с вами уже будем решать. Итак, почему стоит меня слушать? И давайте немножко об этом поговорим. Первое. Я владелец агентства праздников «Мафия СПБ». В этом году моему бизнесу исполнится 12 лет. Мы провели 3402 мероприятия, сделали счастливым 50 569 человек. Среди моих клиентов это Сбербанк, «Газпром», «Теледва», ну и так далее. Дальше. Я инвестор, имею 19 источников пассивного дохода. И поверьте, для бизнесмена это очень-очень важно, потому что когда пандемия началась, да, и вот эта вот финансовая грамотность, источники пассивного дохода нам очень помогли. Помимо всего прочего, я мотивационный спикер и наставник. 4000 человек, Москва, Крокус Сити Холл, огромный зал. Дальше у меня более 100 отзывов от довольных клиентов. Помимо всего прочего, я путешественник, посетил 25 стран, 67 городов. Вы меня сейчас не видите, но вот я когда включу, если буду камеру, вот у меня есть сзади меня в кабинете большая карта, куда я втыкаю булавочки. Вот. И мне кажется, что путешествие – это очень хороший маркер. Напишите, пожалуйста, что нужно в современном мире, чтобы много и качественно путешествовать. Напишите, пожалуйста, в чате. Вот. А я немножко вам покажу пока фотографии. Слева вверху огромный зал «Москва, Крокус Сити Холл». Другие мои выступления. Слева внизу моя любимая семья. У меня сын, которому 7,5 лет, любимая жена. То есть я приверженец классических ценностей консервативных. Вот вариант, как мы путешествовали. Это для нас нормально на месяц уехать. То есть мы месяц жили на Бали. Оттуда мы сразу поехали в Гонконг на неделю. Оттуда на 4 дня в Сингапур. То есть на полтора месяца уехать, чтобы бизнес не развалился. Для нас это абсолютно нормально. Вот фотографии. Это фотографии моих любимых клиентов. Обратите внимание, например, на человека. Вот либо Виктория, это в красном, да, девушка справа внизу. Либо такой небритый немножко молодой человек, Алексей. Дело в том, что у меня, чем, наверное, классна моя система, то, что я, во-первых, не просто рассказываю, еще и показываю. И второе, то, что я отцифровываю. То, что было до, то, что было после с моими клиентами. И вот, допустим, если мы говорим про Викторию, то она тратила 183 часа стоимостью почти 300 тысяч рублей на месяц на всякую рутину. Она вкалывала 24 на 7 в своем бизнесе, не видела детей. Мы с ней поработали. И ее доход вырос в три раза с 350 тысяч рублей до 1 миллиона. Она купила себе Lexus. Вот вы можете его видеть на картинке. Стала больше путешествовать. И таких клиентов у меня очень много. Вот. И сейчас я открою, почитаю, что вы. Так, WhatsApp не могу. Цели, деньги, финансовые возможности. Для путешествия нужны средства. Да, для путешествия нужны деньги, время и мобильность. Ага, то есть у нас такой прям очень сильно разношерстный состав сегодня, я вижу. Так, как бы нам тогда с вами поступить? Как бы с вами поступить? Смотрите, я могу вам рассказать свою историю, как я, будучи студентом, создал многомиллионный бизнес. Вот. А дальше могу перейти на тему, собственно говоря, как работать меньше и зарабатывать больше. Вот. Или давайте, знаете, еще как сделано? Напишите, пожалуйста, ваш самый главный вопрос, либо там два самых главных вопроса, с которым вы пришли сюда. То есть ответ на какой вопрос вас сейчас волнует больше всего, чтобы я свое выступление подстроил, ну вот, исходя из ваших запросов. Напишите, пожалуйста. Так, как создать бизнес без вложений? Супер. Прямо точное попадание в сегодняшний эфир. Бизнес без опыта и вложений. Супер. Какие направления бизнеса сейчас актуальны? Я в мебельке. С чего начать? Ага. Как найти инвесторов? Ага. Как найти успешное направление для бизнеса? Угу. Пять направлений бизнеса в России. Меним вложений максимум. Угу. Я мать-одиночка, четыре дети. Хочу начать с нами обучиться. Вы выбираете правильное направление? Ага. Слушайте, во-первых, спасибо вам большое. Вы большие молодцы. Вы такие активные. Вот вижу, что многие пишут, как начать без вложений. Давайте тогда... Сейчас. Окей. Значит, смотрите, ребят. Давайте небольшая история. Как у меня все началось? Дело в том, что я в жизни никогда на нормальной работе, вот в классическом понимании, не работал. Я работал три месяца на четверть ставки в университете, где мне сделали трудовую, и она мне больше в жизни никогда не понадобилась. И еще я работал курьером на велосипеде. Я просто люблю велосипед. На велосипеде катался, развозил документы. Все, больше я на классической работе не работал, поскольку на пятом курсе университета мы с моей будущей женой, тогда девушкой, создали агентство праздников. И первое, что я вам рекомендую, если вы хотите создать бизнес без вложений, потому что... Кстати, напишите, пожалуйста, сумму, как вы считаете, сколько денег я вложил, мы вложили вместе, да, вот на открытие нашего бизнеса агентства праздников. Это был 2011 год. Так, 100 тысяч рублей. Ага, какие еще есть идеи? Напишите, пожалуйста, будет интересно. 20 тысяч рублей. 2 500. 1000. 5 тысяч. Ага. Так, какие еще есть варианты? 0. Кто больше, кто меньше. Спасибо большое, что вы такие активные. Смотрите, мы вложили 300 рублей на подорожник. То есть, студенты тогда, чтобы на проезд нужно было потратить деньги, мы вложили 300 рублей. Как это было? То есть, мы договорились с рестораном, что мы на его территории будем проводить игры в мафию. Мы пригласили туда своих друзей. И даже карты и маски нам предоставил вот это вот само заведение. Поэтому первая моя рекомендация, выбирайте сферу услуг. То есть, если вы хотите создать бизнес без вложений, выбирайте сферу услуг. Напишите, пожалуйста, сейчас в чате, что вы умеете делать. Ну, я не знаю, настраивать рекламу, вышивать крестиком, обучать английскому. Я не знаю, ремонтировать стиральные машины, я не знаю. Вот, пошив одежды. Давайте. Печь хлеб без дрожжей. Супер. Делаю сайт. Вот, огонь. Играть на барабанах. Брови красить. Сфера услуг B2C. Не обязательно. Это может быть и B2B. Сейчас пытаюсь развивать сервис. Электромонтажник. Супер, 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 супер. Машины ремонт. Огонь. Значит, вам домашнее задание, пожалуйста, выпишите минимум 10 вот таких вот услуг, которые вы могли бы оказывать. Это раз. Второй момент, друзья. Сейчас очень сильно развивается инфобизнес. И если мы говорим про самый легкий и надежный способ создать бизнес в 2023 году, то это все-таки инфобизнес. То есть смысл в том, что каждый из вас прямо сейчас может быть наставником для кого-то другого. Вот давайте, допустим, клуб настольных игр. Анастасия пишет. Анастасия, как ты считаешь, есть ли люди, которые хотели бы быть крутыми в настольных играх, и они бы готовы были тебе заплатить за этот денег? Или, например, плиту изделия из лозы. Вот Рита пишет. Рита, как ты думаешь, есть ли такие люди на планете, учитывая, что мы сейчас живем, ну, здесь все через интернет, есть ли люди на русскоязычном пространстве, интернете, которые готовы были бы заплатить, если бы ты их научила, как правильно делать изделия из лозы. Понимаете? То есть подумайте, пожалуйста, для кого вы можете быть наставником, за что бы вам готовы были заплатить деньги. Это может быть английский, это может быть какая-нибудь физкультура, может быть, вы там круто в баскетбол, ну, там, в кольцо попадаете, да, или там что-то, хобби какое-то. Вот, видите, Михаил, кстати, ремонтировать холодильники. Наверняка есть люди в вашем городе или не только в вашем городе, которые тоже хотели бы научиться ремонтировать холодильники, как вы считаете? То есть ваша задача выписать 5, да, желательно 10 направлений тому, чего наставник, вот, наставник по питанию. Вот у меня лично есть наставник по питанию. Я вам хочу сказать, что это сложно. Я просто тот человек, который я не пью, не курю, но я очень люблю есть. И, как бы, у меня есть наставник по питанию, и лично мне сложно держать себя в руках, когда есть какая-то вкусняшка, и благодаря наставнику, вот, там, я всякие штуки делаю, ну, этот, записываю калории там и так далее. Поэтому это реально крутая история. Милости прошу приходить. Поэтому, ребят, кто записал, хотя бы два варианта, напишите слово огурец. То есть, еще раз, ребят, у нас мастер-класс, у нас не просто ППР пришли, поговорили, разошлись. Мастер-класс, это значит, что мы делаем. То есть, ваша задача написать хотя бы один-два пункта, чему вы можете научить людей. Это раз. И хотя бы два пункта тому, что вы, какие услуги вы можете оказывать. Ну, да, там, английский, или там, плести корзины, ну, там, либо еще что-то. Кто сделал? Давайте мы пойдем дальше. Так, а давайте, собственно говоря, тогда мне надо остановить демонстрацию, чтобы вы меня видели. Вот, меня же видно, да? Теперь стало. Пойдемте дальше. Друзья, сейчас мы с вами будем делать одно упражнение. Пожалуйста, давайте поговорим и ответим на самый главный вопрос. Зачем? Дело в том, что если наш мозг не понимает ответа на самый главный китайский вопрос, то вы после этого просто ничего не будете делать. Поэтому прямо сейчас напишите сюда в чат. Первое. Зачем вам бизнес? Вот, например, я создавал бизнес, потому что мне очень сложно работать по графику. Для меня это просто смерти подобно. И вот свобода, наверное, одна из самых ключевых моих ценностей. И я создавал бизнес, чтобы не работать по найму. Ну, и деньги мне были нужны. То есть напишите, первое, зачем мне бизнес? Это раз. Второе. Напишите, собственно говоря, зачем я хочу изменений. То есть если вы пришли сегодня сюда, на этот мастер-класс, это значит, что текущее ваше положение в жизни вас не устраивает. И вы хотите чего-то другого. И, собственно говоря, вы хотите каких-то изменений. Поэтому напишите циферка 2 и ответьте на вопрос, зачем вам нужны изменения в жизни. То есть если у вас еще нет бизнеса, ну, это целое, ну, это как бы, ну, это страшно, да, это непонятно. Если у вас уже есть бизнес, здесь много у нас таких ребят. Ну, вы же понимаете, да, что там куча моментов, и вы хотите его, наверное, как-то трансформировать и так далее. Поэтому напишите, пожалуйста, изменения. Так, работать на себя, реализация, чтобы финансово быть независимым. Супер, супер, круто, круто, круто. Вы большие молодцы. Меньше работать и больше зарабатывать. Юля, у меня к вам плохие новости. Обычно в бизнесе поначалу ты очень много работаешь и мало зарабатываешь. Ну, не всегда, конечно, но часто, да, ты сначала, ну, вкладываешь свою энергию, и потом это все дело запускается. То есть строишь трубопровод. То есть не все так сладко, как кажется, но зато, если вы это сделаете, да, то будет прям круто. Так, точно не устраивает? Ага, супер. Мы с вами определились, зачем, да, мы все это будем с вами делать. Мы определились, собственно говоря, с тем, что лучше всего стартовать бизнес в сфере услуг. Мы определились с тем, что лучше всего это делать в идеале, да, какое-то наставничество, какой-то инфобиз, ну, либо, опять же, что-то в сфере услуг. И следующий момент, который нужно сделать, вот у меня есть наставничество, и у меня по средам проходит групповой созвон. Вот я вот буквально перед вами выступал перед своими ребятами, и я как раз там рассказывал про важность тему кейсов. Друзья, напишите, пожалуйста, плюсики, кто понимает и знает, что такое кейсы, и минус, кто не понимает, что это кейсы. Просто если минусов будет много, я расскажу. Так, вижу много минусов. Друзья, кейсом называют упакованный результат ваших клиентов до и после. Вот давайте приведу пример. У меня есть наставничество, где я учу людей быстро и без напряга зарабатывать деньги вот на запуске своего инфопродукта. И у меня есть кейс. Александр Шашимов, его точка А, с чего он начинал 20 тысяч рублей в месяц, продавал там один-два раза в месяц, там по 5-10 тысяч. Точка Б, он за месяц сделал 700 тысяч рублей по моей технологии. И мы с ним записали видео, где прямо рассказали, что мы делали, как мы делали, как он себя чувствовал, когда он ко мне пришел, ну и так далее. И ваша задача, соответственно, получить такие кейсы. Потому что когда вы будете говорить, что смотрите, это Артем, вот у него была такая точка А, там, я не знаю, он жрал, весил 100 килограмм, начал заниматься со мной по поводу диеты, питания, стал лучше себя чувствовать, там, холестерина стала меньше, там, похудел на 5 килограмм. Вот его видеоотзыв, вот фотография до, вот после. У вас с удовольствием вот это там наставничество, либо курс по вот этому сопровождению купят. Друзья, если вы хотите, я могу вам скинуть ссылку на вот этот кейс с Сашей Сашимовым. Давайте напишите слово кейс, если хотите, чтобы у вас был пример, как это нужно сделать. Так, хотите. Так, 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 так. Тогда мы с вами сейчас сделаем следующим образом. Сейчас, ребят, секундочку, надо будет тогда сделать вот так. Ребят, смотрите, я прямо сейчас отправил ссылку на себя в Телеграме. Напишите мне прямо сейчас слово кейс, когда у нас закончится эфир, я вам скину ссылочку, и у меня будет еще вам там несколько подарков. Моя задача вам показать, да, то есть еще раз говорю, очень классная история, когда вы будете делать кейс, чтобы вы показывали. Поэтому ваша задача следующая – получить себе кейс. Поставьте себе задачу. Как это сделать? Вы можете написать пост в социальных сетях. Например, ребята, я тут решила сделать, значит, курс по вязанию, беру к себе там столько-то человек, бесплатно их доведу. То есть ваша задача – взять этих людей и довести их до результата. Зафиксировать их точку А, где они находились, и зафиксировать точку Б. Как я уже вам говорил, когда мы, например, начинали в агентстве праздников, сначала мы проводили, там, по-моему, за несколько тысяч рублей я проводил первые свои, ну, был ведущим. Потом, когда у нас, естественно, клиентов стало больше, у нас уже появились вот эти видеоотзывы, отзывы на официальных бланках, мы, естественно, начали поднимать цены. То есть мозг человека устроен таким образом, что если он чувствует некое моральное обоснование, почему он хочет, ну, стоит дорого, то он это, собственно говоря, и делает. Напишите, пожалуйста, как вы поняли, что вам нужно сделать в плане кейсов. Перескажите своими словами, это очень важно. То есть еще раз, вы берете, особенно если вы новички, да, вот, ребят, и, кстати говоря, кто, здесь у нас еще есть много ребят, у которых уже есть бизнес. Я планирую где-то минут через 15 перейти к части, как, собственно говоря, больше зарабатывать, меньше работать. Я думаю, что вам это тоже будет интересно. Но подождите, пожалуйста, у нас просто 50% аудитории совсем новички, 50% уже, ну, уже имеют бизнес, да, или там фрилансеры. Поэтому чуть-чуть, пожалуйста, потерпите. Так, эту инфу никто не может проверить, кейсы недостижения только на доверие. Смотрите, все зависит от того, как вы это сделаете. Например, если вы, ну, вот, фитнес-тренер, то фотография до, фотография после на весах все видно. Если, например, мы берем вот инфобизнесовые штуки, например, как у меня, то там, соответственно, есть таблички, есть скрины оплат. Вот, например, если брать меня, я же тоже как самозанятый, и я просто, ну, то есть есть налог, ну, у вас же, у многих, да, есть приложение «Мой налог», и там видно, там, 350 тысяч, там, или 100 тысяч, или еще, там, 500 тысяч, ну, то есть штуки можно проверить. Так, фиксируешь до, работаешь свою работу, фиксируешь итог. Анастасия, правильно, супер-супер-супер, вы большие, молодцы. Так, пойдемте дальше. Возникает вопрос, а где брать этих людей? Напишите просто, напишите, пожалуйста, где вы можете взять вот этих людей, которые будут готовы воспользоваться вашими услугами, да, неважно, с точки зрения обучения или с точки зрения оказания просто какой-то услуг. Ну, например, вот кто-то писал, я там сваркой занимаюсь, или кто-то написал, я там ремонтирую холодильники. Где вы можете найти этих людей, которым вы можете оказать свои услуги за кейс? Так, просто много информационно можно из интернета чужих фоток нафоткать и лапшу на уши вешать, уже доверия мало у людей. А вы правильно говорите, что доверия мало, так в этом же и смысл, чтобы вы сделали кейс до-после и в идеале еще, чтобы записали процесс. То есть вы же наверняка ведете социальные сети. Вот, допустим, кто-то берет и говорит, что смотрите, я, значит, учу людей, как ремонтировать холодильники. Вот Вася, он пришел ко мне, и я учу, и мы записываем. Вот холодильник, была такая-то проблема, мы сделали вот это, вот это. Теперь я показал Васе, Вася повторил, теперь Вася умеет. То есть вы просто это все фиксируете, процесс, и это, собственно говоря, повышает к вам доверие. Так, авито, социальные сети, группы в мессенджерах, соцсетях. Так, на этой существуют реальные отзывы и конверсия в повторные продажи. Да, все правильно. Авито, Юлайн, ста, социальные сети. Самое простое – это ваши друзья-знакомые и социальные сети. Пожалуйста, напишите прямо сейчас имена людей, если ваших знакомых, кто потенциально… То есть, условно говоря, у вас есть товарищ, с которым вы там видитесь раз в год. Вы, например, я не знаю, можете, поняли, что вы готовы обучать людей английскому. А вы знаете, что он, например, там хочет переехать в другую страну, ему английский был бы кстати. Прямо пишите, что там есть знакомый, там, Вася или там Маша, кому я бы мог предложить. То есть, давайте я делаю минутку вам времени. Пожалуйста, напишите список людей, ну, себе, кому вы потенциально можете предложить свои услуги, чтобы получить кейс. И когда вы это сделаете, напишите там один, два, три человека. Давайте напишем слово, я не знаю, давайте напишем слово «чай». Да, все правильно, это репетиторство. Еще раз, я напоминаю, что лучше всего стартовать бизнес и без вложений – это услуги. В нашем случае репетиторство – это услуги. И лучше всего делать инфобиз. Но просто не все там готовы, не все чувствуют в себе уверенность. Поэтому выбирайте то, что вам ближе. Как из репетиторства вырасти в инфобиз? Ну, вы сначала сами добиваетесь результатов в репетиторстве, а потом учите других людей, как правильно стать репетиторами и как выйти на определенный доход, на определенную узнаваемость и так далее. То есть, вы сначала… Вот смотрите, как мой путь шел. Я сначала создал свой бизнес, но он у меня до сих пор действует, 12 лет. То есть, еще раз, я вам показываю, почему я там не инфо-цыган. Потому что у меня, если вы зайдете на наши сайты или наши социальные сети, вы увидите еще раз там десятки тысяч фотографий, сотни видеоотзывов, благодарственные письма там от «Газпрома», «Сбербанка», «Теледва» и так далее. То есть, я сначала создал свой бизнес, потом у меня… я в нем нахлебался, вообще просто ночевал в нем. Потом меня начали спрашивать друзья-предприниматели, блин, Артем, а как ты это делаешь? И из этого родились мои всякие курсы. И потом, собственно говоря, вот сейчас одна из основных моих деятельностей, да, я как раз-таки стал спикером. Потому что я люблю это делать, я люблю говорить и помогаю. То же самое без репетиторства. Вы сначала добиваетесь… вы сначала добиваетесь результата в репетиторстве, а потом переходите в инфобиз. Игорь, я ответил на ваш вопрос? Так, и что-то пока никто чай не пишет. Ребят, как у вас там? Ну, иногда бывает, если вам прямо сейчас сложно, ну, придумать людей, кому бы вы могли предложить, напишите, что… Прям так напишите, типа, пока я сейчас ничего не могу придумать, мы просто пойдем дальше, у нас осталось полчаса. Дайте мне обратную связь. Полезно, не полезно? Ну, нормально в таком режиме, как бы я очень подробно, по-простому рассказываю. Дайте мне эту обратную связь. Что конкретно сделать, чтобы перейти в инфобиз? Сделать нужно все то же самое. Собрать группу людей. В идеале, чтобы вы взяли с них деньги. Если деньги взять не получается, договоритесь на бартер. Если не получается на бартер, просто сделайте бесплатно и доведите их до результата. Тогда давайте, ребят, давайте, смотрите, тут какой момент, что если вам было полезно, напишите, что вам было полезно. Если не очень полезно, я просто перейду в другую плоскость и давайте мы поговорим непосредственно о том, как увеличить доходы. Ну, просто здесь, я так понимаю, просто смешанный состав, ребят. Вот, и давайте тогда мы просто перейдем в... Сейчас я вам открою презу. Сейчас, секундочку, ребята. И мы с вами поговорим о том, как, собственно говоря, больше зарабатывать и меньше работать. Так, сейчас, 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 сейчас. О! Так, поделиться. Друзья, напишите, пожалуйста, кто из вас хочет узнать, как конкретно увеличить ваши доходы в два раза в ближайшее время в бизнесе, ну или вообще. Напишите слово «я». Все, супер. Тогда смотрите. И последний вопрос. Видно ли презентацию? Напишите слово «видно». Там формула, которую я вам сейчас буду рассказывать. Все, супер. Погнали. Значит, смотрите, ребят. Есть главная формула бизнеса. Она очень простая. Прибыль равно объем продаж умноженный на маржу. Что такое объем продаж? Это количество клиентов, умноженное на количество денег. Что такое количество клиентов? Количество клиентов – это количество потенциальных клиентов, лидов. Вот, например, человек спрашивает у вас, а сколько стоят там ваши тапочки? Это лид. Человек, который в социальных сетях напишет вопрос «скажите, а вы по выходным работаете?» – это лид. Дальше. Конверсия – это отношение успешного количества действий к общему количеству попыток. Например, вы сделали 100 звонков. Из этих 100 звонков у вас купило 20 человек. Соответственно, мы 20 делим на 100 и умножаем опять же на 100. Получаем 20%. Дальше. Средний чек. Это мы берем все деньги, которые вы заработали за месяц, делим на количество транзакций и получаем средний чек. Дальше берем количество повторных продаж и, соответственно, то, как часто вам обращаются. Ну и маржа – это, собственно говоря, то есть если вы покупаете кружку за 100 рублей, а продаете ее за 200 рублей, то получается, что ваша маржа 50%. По самим, ребят, если вопросы непосредственно по самой формуле, что-то непонятно, если вопросы задавайте, я сейчас пойду дальше, расскажу, как конкретно увеличить доходы в два раза. Просто тут, ну, здесь просто важно понимать значение, так, маржа. Наталья, что значит маржа? Вам непонятно, что такое маржа? Маржа – это отношение вашего дохода к общей стоимости. То есть давайте еще раз. Если вы продаете услугу массажа за 1000 рублей, при этом вам нужно снять помещение, расходники или еще что-то. Например, 300 рублей, из 1000 вы 300 рублей тратите. То ваша маржа получается, ну, 1000 минус 300 – 700, и 700 от 1000 – это 70%. Так, если я купила за 100, продала за 200, то маржа – нет, ну, вы же продали за 200, маржа – 50%. Это наценка 100%. Не путайте, наценка 100%, а маржа – 50%. Наталья, нормально, Наталья объяснила, нормально объяснила, понятно? Так, окей, погнали дальше. В итоге главная формула бизнеса говорит нам о том, что если мы каждый из этих показателей умножим на 15%, то наш с вами доход вырастет в два раза. То есть, когда мы с вами говорим, что, ну, там, давайте в два раза больше зарабатывать, кажется страшно и кажется непонятно. А когда мы, у нас перед нами стоит задача увеличить на 15% каждый из показателей, это становится вполне реально. Давайте приведу вам пример. Обратите внимание, это Антон Леконцев, владелец доставки питания здоров как бык. Что мы с ним сделали? Мы с ним правильно подняли цены и донесли ценность до клиентов. То есть, если вы просто поднимите цены, то, скорее всего, ну, там, многие клиенты отвалятся. Мы сделали это правильно. И он с одного только клиента заработал 320 тысяч рублей и более 1 миллиона в течение нескольких месяцев. Внимание, вопрос. Напишите, пожалуйста, как давно вы поднимали цены? Прямо напишите там месяц назад, неделю назад, год назад. Ну, в общем, когда последний раз вы поднимали цены? Так, полгода назад, в декабре, ага, год назад, месяц назад. Так, держим цены после санкций. У меня нечего поднимать. Напишите, пожалуйста, на какой процент, когда вы можете поднять цены? Ну, например, на 10% с первого, например, февраля. Или, например, на 50%, я не знаю, там, с 30 марта. Подумайте, пожалуйста, и напишите, как и когда вы можете поднять цены. Как донести клиенту ценность повышения цены? Сергей, очень классный вопрос. Прямо... И как раз-таки третье, что я хотел вам сказать, это... Напишите обоснование, почему вы поднимаете цены. Так, на 15% с первого февраля могу свой ноль поднять на 200%. Ну, Михаил, понятно, что если у вас ноль, то нужно, ну, там, начать с чего-то и что-то сделать. Смотрите, по поводу обоснования. Мария, почему вы решили, что вы не можете поднять цену? Смотрите, здесь важный момент. Первое. Все же из вас ходят в магазины. То есть везде все дорожает. И это абсолютно нормально, если вы объясните вашим клиентам, многоуважаемые, дорогие клиенты. Мы ради вас очень долго держали цену, как могли, но все вокруг дорожает, и у нас не остается выбора, соответственно, повысить цену. Мы повышаем цену с 1 марта, и в течение месяца вы можете купить с запасом. То есть, например, если вы продаете массаж, да, то вы можете купить сразу несколько по старой цене, да, там, не один сеанс, как обычно, а там, 10 сеансов. Если вы продаете, я не знаю, крупу там или еще что-то, человек может тоже сразу купить с запасом. Каждый клиент просит скидки. Сейчас все в магазинах по скидкам с приближением сезона, так, самое высокое в городе. Слушайте, если у вас самое высокое в городе, это хорошо, но почему бы еще не поднять? Так, то есть, еще раз, ребят, вам нужно, первое, поднять цены, это раз, и в поднятии цен самое сложное всегда, это психология. Потому что нам кажется, да, что клиенты сбегут, что они уйдут конкурентом, а достоин ли я, и так далее, и так далее. То есть, если вам нужно, ну, как бы, знак свыше, знаете, если что, говорите, Артем Козлов вам разрешил. Ну, просто, давайте еще раз, вот вы же в магазин ходите, все везде дорожает. Почему у вас не должно так же подниматься цены? Ну, почему? К сожалению или к счастью, мы живем с вами в капитализме. В капитализме есть такая штука, как инфлякция, и, ну, как бы, это законы рынка, к сожалению, никуда от них не денешься. Вот, и Мария правильно задает вопрос, а что так можно было? Да, можно. Можно просто поднять цены. Игорь пишет, что конкуренция в моей нише огромная. Игорь, скажите, пожалуйста, есть ли в вашей нише конкуренты, которые продают дороже, чем вы? Вот, давайте прям. Ребят, напишите, пожалуйста, напишите слово, я не знаю, давайте, напишите слово стакан, если в вашей сфере кто-то продает дороже, чем вы. Напишите слово стакан. Стакан, ага, стакан, стакан, супер. То есть эти же люди почему-то получают, то есть просто поймите, вот здесь кто-то вышел и написал очень правильно, правильную штуку, что конкурировать по цене, ну, бесполезно, потому что кто-то всегда найдется дешевле. Поэтому конкурировать нужно по ценности. Это значит, что вам нужно просто добавить ценность в тот продукт, который у вас есть. Давайте мы, я думаю, сейчас будем переходить. У нас осталось только 20 минут. Давайте перейдем ко второй штуке. И это, давайте мы сейчас, мы были сейчас на среднем чеке, да, мы его поднимали. Давайте подумаем над конверсией, то есть отношение в продажу. Что мы можем такого сделать, чтобы большее количество людей у нас покупало? Напишите, пожалуйста, сейчас какой, давайте так, напишите, пожалуйста, две цифры. Первое, какой средний чек у вас сейчас, ну, то есть, например, вы продаете там средний массаж или, я не знаю, еще что-то за 1000 рублей или там за 500 или за 10 тысяч рублей. И за сколько хотите. Две цифры в одном сообщении напишите, пожалуйста. То есть сейчас, например, продаю за 500, хочу за 1000. Сейчас продаю за 10 тысяч, хочу за 12. И так далее. Так, 250 тысяч 400, 1000 полторы. Ксерокопия с 15 рублей поднять до 25 рублей лист. Зоя, отлично. И теперь вопрос, на который вы должны ответить, что я должен предоставить моему клиенту, чтобы он с удовольствием заплатил эти деньги. Вот давайте сейчас, ребят, напишите все вместе, давайте подумаем, что можно предложить человеку, чтобы он с удовольствием ксерокопию делал не за 15 рублей, а за 25. Вот давайте прямо сейчас подумаем. Например, без очереди. Вот представьте себе, я пришел, мне нужно срочно ксерокопировать. И у меня такой этот самый. Ребята, если у вас вы без очереди, 100 рублей лист или 50 рублей лист. Может быть такое? Да, сервис, качество до продажи. Хлопок по плечу. Так, давайте, что еще? Ну, то есть, что можно предложить такого? Действительно, сервис. То есть, если мы выходим, например, на VIP-сегмент, там очень часто бывает, да, там, здравствуйте, заходите, пожалуйста. Может быть, чашка чая, там, или чашка кофе. Или, я не знаю, аквариум, может быть, поставить в этот. Или, возможно, если у ваших клиентов есть дети, знаете, есть такая штука, ну, типа детский уголок, где они могли бы оставить своих детей. Ну, и, соответственно, так, 10 листов копий, один лист копий бесплатно. Ну, например, да. У VIP-клиентов есть свой ксерокс. Не, ну, смотрите, всегда же есть, ну, как сказать, в любом сегменте есть, просто у него, может быть, сломался этот ксерокс, или там, картридж закончился, или еще что-то. То есть, просто вам нужно подумать, что вы можете добавить в вашу услугу, чтобы продавать ее дороже. И следующий момент, что вам нужно сделать, чтобы повысить конверсию, сделать пакеты. Друзья, напишите, пожалуйста, у кого из вас есть пакеты эконом, стандарт и VIP. И напишите, есть, если есть, и напишите, нет, если нет. Вот сначала мы продавали свои праздники, просто у нас была одна цена, 2,5 тысячи рублей в час. И получилось так, что те, кто хотел дороже, мы для них были слишком дешевые, нищебродские какие-то, а для кого-то было это дорого. И потом мы сделали три тарифа, эконом, стандарт и VIP. И у нас вот было, то есть, соответственно, 3 тысячи рублей в час, это эконом, мафия, 5 тысяч в час, это стандартная мафия, и 15 тысяч в час, это VIP-мафия. И там они различались по набору услуг. Вот, ну да, там индивидуальный веб-дизайн, там больше времени, больше кастомизация и так далее, и так далее, и так далее. То есть, давайте так, напишите, пожалуйста, можете ли вы, давайте так, если вы можете придумать, ну, сейчас мы уже не успеем, да, то есть, если вы можете придумать какие-то пакеты, напишите слово пакет. Для эконома 2 тысячи дорого, а 3 тысячи, да, есть такие люди, ну, то есть, смотрите, еще раз, есть люди, для которых, ну, вы же помните, это 2 тысячи в час, там, допустим, 3 часа заказываешь, это будет 2 на 3, это 6, а 3 на 3, это 9. Ну, и для кого-то 6 тысяч нормально, а 9 тысяч уже дороговато. Так, у нас только 2 человека написали слово пакет, а остальные что, нельзя придумать? Не верю. Помните, как говорил Станиславский? Не верю. Мне кажется, вот это продвижение в моем городе не проканает. Зоя, а вы этот, когда кажется, креститься надо, вы попробуйте. То есть, все это используют, все сети это используют, все, ну, там, топовые бизнесмены это используют. Если вам кажется, в вашем городе переходите в онлайн, это раз, вот, ну, и, соответственно, просто попробуйте, да, обязательно попробуйте. Давайте пойдем дальше, чтобы мы еще успели перейти к повторным покупкам. Ребят, напишите, пожалуйста, как вы считаете, вот вы же тоже часто, как в электромонтаже сделать пакет? Значит, если это просто, там, ну, там, не знаю, без штрабления, это, там, эконом-пакет. Ну, я просто, я просто не очень силен в электромонтаже. Ну, то есть, условно говоря, если просто пришел, поменял розетку, это, типа, эконом, это всего час, пакет стандарт, это, если нужно, например, значит, улыбчивый мастер с бахилами, там, я не знаю, с, там, ну, с какие-то, там, расходники берет на себя, и еще после себя, а в ВИПе он еще и себя, а в ВИПе ты еще после себя уборку делаешь, ну, там, заказываешь клининг или еще что-то. Ну, ты же там, наверное, мусоришь, да, там, когда штрабление, еще чего-то, обычно же клиенту нужно убирать после тебя, а ты, ну, типа, уборку включил, ну, с конфетами, например, да, там. Ну, просто я, как бы, Константин, я просто в самом электромонтаже не очень понимаю, но просто надо сесть и подумать, что можно добавить. Как на кофе с собой сделать пакет? Ну, то же самое. Есть пакет просто кофе, есть пакет, ну, например, там, ВИП, кофе, печенюшка, этот, вафелька и еще, там, я не знаю, ну, еще что-нибудь. То есть, вот, у меня в доме есть пекарня Вольчика, вот, и, соответственно, у них есть, то есть, ты можешь купить просто кофе, а есть набор, это называется бандл еще по-английски, то есть, условно говоря, смотрите, кофе стоит 100 рублей и пирожок стоит 100 рублей, итого 200. Вот, а они говорят, смотри, возьми сразу набором кофе плюс 100, плюс пирожок, типа, там, 159, понимаете? Ну, нормально объяснил, ребят, понятно? А можно кофе с доставкой на дом 7 утра на всю семью? Вот, кстати, это тянет на ВИП, если кофейня находится в вашем доме, те люди, кто в вашем доме, либо близко, с удовольствием закажут кофе вам на дом и переплатят за это, там, лишние 200-300 рублей. Классная история, Анастасия, вам прям спасибо. Давайте пойдем дальше. Напишите, пожалуйста, ребят, как вы считаете, мы сейчас с вами переходим к пункту о повторных покупках, что должно произойти, почему люди повторно у вас заказывают или у меня заказывают, почему. В нормальных бизнесах эта стратегия работать не будет, у меня производство кровати и какой тут пакет, если только пакет на голову и не говорите по типу пакет кровать с матрасом. Игорь, я вижу, что, понимаете, тут такой момент, что люди, которые хотят, они ищут возможности, а те, кто не хотят, они ищут возражений. Я прям вижу ваш негативный настрой, ну, посмотрите в Асконе, у них же есть разные ценовые, смотрите, пакет это условно, то есть есть, можно это по-другому перефразировать, есть там даунсейл, есть апсейл. Просто в вашем случае есть дешевый матрас, я не знаю, за 15 тысяч рублей, это будет эконом, потому что он там не такой эргономичный. Есть средний матрас за 30 тысяч рублей, ну, средний, в котором оптимальное сочетание всех качеств. Есть супервип матрас, суперортопедический, на котором, знаете, я вот видел эти видео, где там на нем человек пляшет, а стоит стакан с вином, и он там никуда не падает. Вот вам, пожалуйста, эконом стандарт VIP, плюс, например, если ты покупаешь VIP матрас, тебе еще доставка бесплатна. Можно все нормально сделать, вы просто, ну, не хотите, ну, раз вы не хотите, ну, что же я смогу, что же я могу с вами сделать. Надо, чтобы холодильник, который я сделал, сломался снова. Не, ну, давайте так не будем. Так, работает на наборах, во всех крупных мебельных есть продажа по отдельности, и есть полностью комната под ключ со шкофом тумба. Вот, Анастасия, да, спасибо вам большое. Опять же, сборка-разборка, ну, кровать же надо там привезти, собрать. В VIP-пакете вы можете включить сборку. Поэтому все это работает, все нормально. Так, вот, ребят, у нас осталось 9 минут. Давайте тогда по поводу повторных продаж. Люди обращаются к вам повторно, когда вы превысили ожидания, или когда они получили то, что есть. Напишите, пожалуйста, прямо сейчас, как вы можете превысить ожидания ваших клиентов с минимальными для вас затратами. Давайте приведу вам пример. Агентство праздников, Майфия СПБ. У нас есть игра. Так, давайте я сейчас отключу демонстрацию, чтобы я тут руками размахиваю. У нас есть игра Баланс Диск, и менеджер, организатор звонит, он говорит, говорит такой скрипт. Здравствуйте, Анастасия, у нас с вами будет игра Майфия, тогда-то, тогда-то, столько-то человек, тра-та-та. Смотрите, поскольку вы наш любимый клиент, мы очень заботимся о наших клиентах, мы хотим вам подарить Баланс Диск. Обычно он стоит 3000 рублей, но вам мы даем его бесплатно. Поскольку это уже Баланс Диск, ведущему нужно просто взять его с собой привезти. Нам это условно ничего не стоит. А клиент такой, ой, мне подарили Баланс Диск. Дальше она еще говорит, смотрите, еще мы хотим вам подарить макеты пригласительных. У вас игра что, где, когда, и мы хотим вам стильные пригласительные вам подарить. У нас эти макеты, они в электронном виде, нам это ничего не стоит, человеку приятно. Напишите, пожалуйста, что вы можете предложить вашему клиенту как дополнительный сервис. Это может быть бесплатная доставка, это может быть дополнительная, ну то есть условно там при покупке матраса подушка в подарок. Ну просто видите, подушка же вам тоже денег стоит. Может быть упаковка, может быть там цветочек какой-то. То есть напишите, пожалуйста, что вы можете, как вы можете превысить ожидания клиента. Так, упаковка, доставка, подарок для товарки, да, 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 супер, супер. Опять же, когда мы делаем услуги, вот смотрите, у меня мама косметолог, и, ну то есть массаж лица обычно там стоит условно 500 рублей. Ну типа приходит человек на процедуру, процедура стоит, не знаю, там 5 тысяч рублей, и массаж лица стоит полторы тысячи. Она говорит, вот я тебе хочу в качестве подарок, там, ну она что-то там делает, я в этом не очень понимаю, там, или бровки щипает, или еще что-то. То есть еще очень важно с точки зрения превышения ожиданий, сделайте какой-то мини-инфопродукт. Что я имею в виду? Вот правильно сделать что-то типа пособия. Вот у нас, например, в агентстве праздников это подборка проверенных заведений, или это рекомендации, соответственно, как там правильно перевозить торт, чтобы его нет. То есть вы записываете какую-то инструкцию, которая полезна для вашего клиента. Вот, например, если мы берем Игоря, я не знаю, инструкция, чек-лист, как следить за матрасом, чтобы он служил там не 5 лет, а 25 лет. Ну или что-то в этом роде. Комьюнити для настольщиков, общение, доступ, вот, чат, и, кстати говоря, доступ, да, вот, к какому-нибудь закрытому чату, это вам не стоит, а для клиента это может быть очень, ну, очень прям крутая история. Супер. Так, ну что, друзья, давайте мы с вами будем заканчивать. Напишите, пожалуйста, точнее, давайте так, я, точнее, у меня есть запись мастер-класса. Как работать в 2 раза меньше, а зарабатывать в 3 раза больше. Если вы хотите эту запись получить, напишите мне, пожалуйста, в Телеграме, вот моя ссылочка на меня, слово мастер-класс, я вам пришлю. И поделитесь, пожалуйста, обратной связью, понравилось вам, не понравилось. Учитывая, что сегодня был смешанный состав, да, я понимаю, что тем, кто, у кого уже бизнес было там не очень интересно в начале, те, кто еще ничего не начал, да, им было, наверное, не очень интересно в конце. Вот, но тем не менее я постарался, да, и тут, и тут захватить. Напишите, пожалуйста, насколько вам было полезно. Еще раз говорю, мне, во-первых, самому важно узнать обратную связь, во-вторых, организаторы смотрят, опять же, да, приглашать меня, не приглашать на следующие мероприятия. Вот, и ваша обратная связь сейчас будет очень-очень важна. Можно было дольше. Можно, но у меня, к сожалению, этот плотный очень график. Я говорю, я до вас выступал, и сейчас после вас тоже буду выступать. Так, на 25 из 100 нос бодрилась. Спасибо большое. Спасибо, благодарю. Так, ну, вроде, вроде ребятам понравилось. 100% позитивно. Я вообще за то, чтобы кайфовать от жизни и жить на позитиве. Это вот прям моя философия. Да, запись будет. Организаторы скинут, ну, в чат, я так понимаю, да, там, ну, я не очень понимаю, как вы там коммуницируете. Ну, куда-то точно скинут. Так, ну, в принципе, наверное, все. Уважаемые организаторы, что нам нужно сделать? Я так понимаю, что мы будем потихонечку финалить. От меня что-то требуется, там, как вам, в целом? Да, совершенно верно. Спасибо вам огромное за полезный вебинар. Спасибо. Было очень интересно. Да, благодарю и вас. Надеюсь, что будем еще с вами видеться. Мне очень понравились ребята открытые. Прям, ну, писали, активничали. Это очень ценно, это очень приятно. Я вот люблю взаимодействовать прям под запрос. Поэтому, ребят, всем пока-пока. На связи был Артем Козлов. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok